Канал СМС совместно с сообществом Крипистория представляет Конкурс Моран Джурич, тема 10 сезона Создай своего монстра Тайна острова Плеснюков Автор рассказа Томич 982 Я пришел на работу, как обычно, вовремя. Не успел войти в кабинет, как сразу же по телефону меня вызвал начальник. С места в карьер начал. В деревне Завялова творятся странные вещи. Там есть остров, и очевидцы сообщили, что на нем есть камни с необычными узорами. Кто их оставил, какие цивилизации, непонятно. Вам придется съездить и прояснить это дело. И так как вы являетесь одним из самых лучших наших специалистов, за неделю такой командировки мы вам заплатим 500 рублей. Добавил он. – Ваша задача тщательно все задокументировать, сфотографировать, сделать аналитику материалов и выводы. – А место-то там, почти курорт, – улыбнулся он. – Заодно и отдохнете. Деньги по тем временам были немалые, да и нужны были, хотелось немного освежить квартиру ремонтом. За них мне пришлось бы работать три месяца. – Да, хорошо, – согласился я. – А когда приступать? – Прямо сейчас, Олег, прямо сейчас. Начальник снова стал самим собой, деловитым и расчетливым. – Езжайте завтра, я пришлю машину. Вернувшись домой, я быстро собрал рюкзак. Взял двухместную палатку, а также свою гордость, немецкий фонарь, светивший как прожектор и фотоаппарат зенит. Объяснять, куда я собираюсь, мне никому не нужно, потому что несмотря на свои 43 года, жениться я не успел и жил я один. Внезапно зазвонил телефон. – Алло? – спросил я. – Да, да, спасибо. – Когда? – А, хорошо, Игорь Вениаминович, – положил тропку. – Замечательно, – подумалось мне, – даже машину пришлют в 6 утра, но почему такая суета, сам бы доехал на рейсовом, непонятно. С такими мыслями я вышел из квартиры, громко хлопнув дверью. – Отдыхать поехал, Олежа? – спросила соседка по площадке, вечно любопытная баба Даша. – Да, – рассеянно ответил я. – А куда это? – не отставала настырная соседка. – В Москву, брякнув не подумав, мне не нравились пустые расспросы. – А-а-а, ну хорошо, хорошо, я за вашей то квартиркой то присмотрю, присмотрю, – полупропела, полупроговорила она. Но я уже не слушал, да и не слышал ее, я уже спускался по лестнице. – Хм, чудной какой-то в Москву едет, а одежда как будто бы за грибами собрался, – задумалась баба Даша. Выйдя из подъезда, я увидел белые жигули четвертой модели, уже поджидающие меня. Я сел в автомобиль, шофер оглянулся. – Ну что, в Завялово? – весело спросил он. Дорога пролетела быстро, проехали мост над Обью, суетливый бердск, особенно запомнившийся коршунами, кружившими над местной свалкой и воронами, свивших свои черные гнезда на голых островах деревьев. Листвы на них не было и вид был жутковат, ведь за окном было лето. В основном пейзаж за окном был более чем мироутворяющий. Зеленые поля, снегозадерживающие массивы высаженных деревьев, пасущийся скот, коровы, охраняемые пастухами на лошадях. Даже летящие навстречу насекомые, превращающиеся в желтые кляксы на лобовом стекле, нисколько не портили настроение. Их стирали дворники. – Отдыхать завялого? – спросил шофер лет шестидесяти в фуражке и представился. – Сергей Васильевич, я сам оттуда, деревенский, если что надо, спрашивайте. – Да я по работе, научный сотрудник. Вот повезло, так повезло с водителем, подумал я. – А что изучаете-то? – полюбопытствовал он. – Лингвистику, и это была правда. – Хе-хе, со старожилами решили пообщаться, фольклор пособирать, как Шурик. Тосты там, обычаи. – Пока не знаю, может найду что-то, что заинтересует институт. – О-о-о, у нас много интересного происходит, но в основном по ночам. – Например, не томите. – Есть у нас остров один, напротив базы отдыха вычислительного центра. Там по ночам огни бегают блуждающие. Вот однажды поехал туда паренёк один, наш деревенский, Петрушка. Хороший парень, заводила, выпил в компании, как-то и захорохорился, мол, всё мне нипочём, переночую на острове, и баста. Шофёр вздохнул, а компэшка и подначила его, мол, а ну, давай. Ну, он в лодку и поплыл. Договорились, что доплывёт он, помигает пару раз фонарём. Доплыв, помигал, что всё в порядке. А потом, спустя некоторое время, был жуткий крик, дикий такой, нечеловеческий, фонарь его на острове метался как подбитый, а спустя полчаса он снова уже на берегу стоял, бледный, мокрый, и седой, и немой, и трезвый, всё как бабка отшептала, говорить перестал и пить, вот вам и лингвистика. – нервно засмеялся шофёр. – А что случилось-то там? – удивлённо спросил я. – А шут его знает. Только вот желание езду туда по одному ночью отбилось у местных напрочь. Но днём плавают, рыбу удят, девки гольём там загорают. Подмигнул в зеркало заднего вида Сергей Васильевич. – Да уж, а говорят, что камни какие-то обнаружены с надписями. Это правда? – Верно, да, на острове есть один, серые, как замши покрытые, а на них бороздочки, спиральки разные, там узоры. – Да, вот это мне интересно, а долго ещё ехать? – Та вот, сейчас вот церквушку минуем, минут 15 мимо детских лагерей прошмыгнём, а там и караканский бор, прекрасно. – Разговор с водителем меня воодушевил, а значит есть что-то по моей части. Но вот тревожная мысль не давала покоя. Что же случилось на острове с тем парнем, что так изменило его жизнь? Попетляв среди пахучих сосен по пыльно-светло-бежевой просёлочной дороге, мы подъехали к железным воротам, к которым уже спешил начальник базы отдыха. Было жарко, в 10 утра уже было градусов 25. Запах сосновой хвои одуряюще бил в ноздри, пробуждая силы, потерянные в дороге. – Ваш домик второй, матрас и постельное бельё уже там, столовая вон там. Начальник махнул рукой в сторону огромной раскидистой сосны, под сенью которой располагался небольшой навес со скамейками, там собралась большая и шумная компания, они веселились, смеялись, кто-то играл в карты, кто-то в шахматы, кто-то на гитаре. – А лодки там? – снова взмахнул в сторону берега. – Завтрак в девять, обед в тринадцать, ужин в восемнадцать. – добавил начальник базы. – Позвольте откланяться от дела. Место было отличное, с видом на море, точнее на реку. На горизонте виднелся остров, на который мне ещё предстояло съездить. Домики на базе были дощатые, простенькие, с панцирными кроватями. Сами домики не запирались и замков не было. Я подошёл к компании и представился, но на меня особо внимания не обратили. Предложили приходить вечером к костру, сказали, что будет импровизированный концерт, но концерты меня интересовали мало. Мне хотелось взять лодку и скататься на остров. Зайдя в домик, я увидел, что кровать была не заправлена, а на стенке ножиком была нацарапана надпись – ноль плюс ноль равно ноль ноль, логично – подумал я. Повесил сумку фотика через плечо и отправился на бережок. Пахло рекой, рыбой, лодки стояли на песке. В некоторых были рыбацкие снасти. Я бросил шлёпанцы в одну из них, в пустую, столкнул её в воду и впрыгнул, замочив обе ноги почти до колен. Вода была не холодная, приятная. До острова я добрался минут за 15. Гребло слегка, солнце слегка припекало, рыбья чешуя поблёскивала на дне лодки. Остров был небольшой, где-то полкилометра в длину и метров 700 в ширину. Для начала я решил оплыть остров вокруг. В северной его части была небольшая заводь с кувшинками. Пристать туда на лодке было бы лучше всего, если бы не парочка. Но течение, преодолеть которое в этом месте требовало бы больших усилий для одного грибца. И мрачные коряки в воде, чёрные склизкие, покачивающиеся в волнах. Их вид отбивал всё желание маневрировать между ними. Далее, к востоку, метров через 200, остров плавно поднимался вверх, образуя обрыв, весь наздревато испещрённый ласточкиными гнёздами. Птицы носились стаями, это была их страна, как в мультике «Дюймовочка», подумалось мне. Подплыть туда тоже не представлялось возможности. Упавшие в воду сосны образовали шевеляющийся на волнах кордон из стволов и ветвей, трущийся друг об друга. Южная часть острова потихоньку опускалась, образуя к западу длинную песчаную косу острова с небольшим пляжиком. Ощутив лёгкий толчок, я увидел, что нос уперся в косу, плавно переходящую в берег. Она виднелась на небольшой глубине. Спрыгну в воду, я охватился за носовой канат лодки и втащил её полкорпуса на берег, воткнув металлический пекал в песок, чтобы лодку не увело. Всё вокруг дышало летом, зноем. Стрекотали кузнечики, воздух был пронзителен. Аромат сосен перемешивался с запахом реки и лесных трав. Сам остров был небольшой. С пляжа я прошёл вглубь него, там росли сосны, берёзы. Мне посчастливилось даже набрать горстку земляники. Ароматно похрустывая крохотными косточками, я вышел на ласточкин обрыв. Встал на колени, протянул руку и накрыл ласточкиную нору. В ладонь мне тут же тукнул клёвик. А я аккуратно протолкнул руку в норку и добыл ласточку. Она яростно пыталась вырваться, щипая меня своим клювиком. Я подкинул её в воздух, и она слилась со своей стаей. Развернувшись, я пошёл к заводе. Пришлось пробираться сквозь жестокий камыш, но на удивление преодолев его, я снова попал на месяцеобразный песчаный бережок. Вода была тёплая, я разделся и искупался. Только одно омрачало купание – дно. Оно почти сразу из песчаного становилось вязким, илистым. Поэтому я плавал по поверхности, стараясь его не касаться. Ненавижу это ощущение холодной липкой глины между пальцев. Пока плавал, мне точила мысль – где же эти камни, о которых мне говорил начальник и шофёр? Я вышел на берег и тут же увидел один из них. Я мог бы поклясться, что никаких камней тут не было перед моим купанием. Подойдя к нему, отметил, что камень небольшой, килограмм на сто. Он был серый, на ощупь как холодная замша. По поверхности шли бороздки, образующие узоры. Один из них был очень похож на шар с иглами и зубами. С острыми зубами. Эти иглы или нити тянулись по всем сторонам, и одна нить как бы пронзала фигурку человека насквозь. Вот это находка! Я достал фотоаппарат и задокументировал камень со всех сторон. На одной из сторон была изображена вся та же фигурка человека, но уже внутри шара с зубами. Больше никаких надписей и ролев на камне не было. Я задумался, что же означают эти картинки, поклонение божеству жертвоприношениям или какой-то демонический ритуал. От этих мыслей стало как-то не по себе. Я вдруг почувствовал, что очень голоден, что обед пропущен, что пора бы плыть домой. Одевшись, я быстро пошел по направлению к песчаной косе. Выйдя на берег, я не поверил своим глазам – лодки не было. Она как будто испарилась. Вот след на песке от киля, вот место, куда я воткнул фал с якорем-штырем. Никаких следов, лодки не было нигде. Я задумался. Доплыть назад можно, но я не был хорошим пловцом. Можно ждать помощи с реки, вдруг рыба какой поплывет или судно. Можно разжечь костер и ждать помощи. Должны же меня хватиться на базе. Спички у меня с собой были, ножек тоже, а вот снастей нет. Но голод не особо меня терзал, да и зная, что человек может спокойно проголодать 2-3 дня без особого ущерба для здоровья, я не стал впадать в панику. «Костер – значит костер», – решил я. Только днем разводить его не имеет смысла, надо дождаться вечера. Конечно, история о бедном деревенском парне маячила среди всех моих мыслей о странных камнях с жертвоприношением, но я отгонял их, думая о костре, источники тепла и надежды. Время было часа четыре дня, до заката было еще семь часов времени вагона, надо было бы собрать побольше хвороста и дров. Поглядывая на горизонт, вдруг какое-нибудь судно, я отправился в лес, который внезапно стал казаться мне недружелюбным. Паутина липла глазам, ненавижу паутину, ее невесомое касание на лице, убрать, убрать, ягоды как назло исчезли из поля зрения, пропали, как корова языком слезала. Плюс ко всему я споткнулся, куда смотрел, оступился, попал ногой в какую-то то ли нору, то ли дыру, слегка подвернув ногу. Выйдя на ласточкин обрыв, опасно может и оползти. Я увидел что-то большое и черное в воде возле коряк, что-то похожее на блестящую спину кита, лодка, да лодка, перевернутая. «Не достанешь» и обернулся, мне показалось, что кто-то сказал «не достанешь» или это я подумал и произнес вслух «Почудилась» Камень, я увидел еще один камень, откуда он тут взялся, «Когда я шел, его не видел» «Коснешься» Я потрогал его, его поверхность мне не понравилась, показалось, что камень стал мягким каким-то, как паутина, помнишь, убрать, убрать» Узоры на нем были похожие на изображение человека, который стоит на острове у камня, нагнувшись, как бы рассматривая что-то, что-то написанное на камне «Смотри» Голова у меня закружилась, я закрыл глаза, они просто слепались. Страшно хотелось спать, а когда открыл их, был уже вечер, я лежал на земле, солнце зашло, вечер «Ты поспал, это хорошо, плохо, что проснулся» Камень был рядом, но картинка на нем менялась, человек на острове уже был не один, он был окружен десятками камней «Мы здесь» Я оглянулся, камней вокруг никаких не было «Костер, надо разжечь костер» Пошарив руками, я набрал полные карманы шишек и рожек, торопясь кинулся поднимать палки, нога слегка припухла, хромая, я побежал к косе, неся в охапке сухие ветви сосен «Спешишь, это хорошо» Мне надоели эти шипящие голоса в голове, я крикнул «Кричишь, это хорошо» Тот парень тоже тогда кричал, вот что мне подумалось «Умняша» Я замолчал Пробежал по холодному песку, встал на колено, разжигая искры пламени на кучку шишек, кое-где пересыпанный хвоей. К моему удивлению, пламя вспыхнуло сразу же. Доложил веточек с хвоей, которые заискрились как бенгальские огни, подкинул веточек, палочек, я ощутил прилив сил. Посмотрел на лес острова, он начинал чернеть, солнце совсем село, надо мыслить здраво, почему я заснул, я же только закрыл глаза, явно дело в камнях, они как-то влияют на людей, но как? Костер весело трещал, сухо подсокивал, в спину дул ветер, от костерка было тепло и жарко, хоть бы кто-то заметил с берега. Покричать что ли? Я крикнул, на берегу кто-то отозвался, мигнул фонарем, ого здорово, я еще раз крикнул, фонарь мигнул снова, подвигался по берегу, а вскоре невдалеке раздался плеск весел. Это лодка, лодка приближалась, уф, наконец-то, кто-то сидел в ней, кепка знакомая, точнее фуражка, лодка мягко ткнулась в песок. Сергей Васильевич, как вы здесь оказались? Да, Олег, я дай-ка выберусь, оп, он прыгнул с носа лодки на берег. Вот оно как, Олег, что, не понял я, спички с собой берешь, молодец. Да тут такое со мной приключилось, лодка исчезла, я столкнулся тут с… эти камни, они гипнотизируют, мне так показалось. – Ой, так, тебе не показалось… – Что? – Эти камни, это не камни, это существа, давным-давно они попали на землю из далеких глубин космоса, они умели долго спать, впадая в анабиоз, но здесь все другое, не такое, как на их родине… Я слушал, не веря своим ушам, откуда он это знает, почему он не сказал об этом раньше, тогда в машине? Костер тем временем стал догорать, но вдвоем-то не так страшно идти за хворостом, не так ли? – А откуда вы это знаете? – как бы не замечая меня и моего вопроса, полуприкрыв глаза, он продолжал… – Их корабль упал на остров, плавать они не умели, они спали… просыпались, питались и снова спали… но вот беда, другая атмосфера и земная еда делали их слабее, промежутки между снами становились все короче, еда насыщала хуже, они стали искать другие источники питания, а питаться становилось сложнее… тогда они нашли способ, как это изменить… – Однажды на остров приплыла компания, разожгла костер и заночевала в палатке, а их голоса стали слышны одному из этой компании… он вышел в ночной лес и увидел, как они питаются птицами, пронзя их иглами прямо на плиту и обволакивая их, как плесень… огня, как и воды, они тоже боялись… они любили покой, тишину и прохладу… они называли себя плеснюки… Я задумался, почему он не спрашивает меня, что стало с моей лодкой… я хотел перебить его, что нам надо подкинуть дров, что надо собрать хворост, что уже остались одни угли… – Скоро, скоро доберемся… Ночь… – А он продолжал слегка покачиваясь… Да, он пошел прогуляться и наткнулся на одного из них… от него шло свечение… оно общалось телепатически… хотело еще есть… оно заставило этого парня подговорить других приплывать на остров, чтобы хорошо питаться… а взамен обещало не трогать его… не заставлять погибнуть… при неизвестных обстоятельствах… ту компанию оно не тронуло… слишком много было огня от костра всю ночь… Я все понимал… все… этим парнем был он… Сергей Васильевич… это он в пьяной компании… подговорил того парня плыть на остров одному… эти плечники накопили силы и хотят на берег… им нужен помощник… слишком тяжелые камни для одного мужчины… слишком тяжелые… за это они не причинят тебе вреда… и мне не причинят… ты свежий… я молодой помощник… огонь и вода… не думая ни секунды… я разбежался… обхватив шофера руками… и упал с ним в воду… он стал разжимать мои объятия… мне не хватало воздуха… я расслабил руки… и жадно хватал воздух… впрочем как и мой противник… я боролся с ним изо всех сил… но старик был силен… и мне удалось в борьбе выскользнуть от его рук… одежда намокла… я выскочил на берег… костер еле тлел… боишься… понимаю… я тоже боялся… но ничего… привык… у них есть бессмертие… они могут сделать меня бессмертным… а ты мешаешь… они пообещали мне… они вас обманули… вы уже старый… он заревел и побежал на меня… я отскочил… поставив ему подножку… и он упал в угли… страшно зашипев… но он был мокрый как и я… отскочил как ошпаренный… нет… они меняют меня… я чувствую… я чувствую это… а ты чувствуешь… Сергей Васильевич метался у костра совсем обезумев… стало совсем темно… сердце стучало в ушах… в темноте я увидел как из леса медленно появились светящиеся камни… они ползли как слизни двигаясь как в замедленном кино… ты наш… так… лодка… не уйдешь… я прыгнул в лодку… оттолкнул ее… заметив краем глаза… как плеснюк выкинул острую длинную живую иглу на меня… но в этот момент метающийся в безумии Сергей перекрыл ей путь и она вонзилась ему в спину выйдя в районе груди… он обмяк сполз на песок пока я судорожно дергал весла в уключинах стараясь отвести лодку от косы и не напороться на нее снова… последнее что я увидел это были бледно зеленые желтые пятна которые сгудились над лежащим во тьме Сергеем… они питались… в полной темноте подплыв к базе я толкнул лодку шофера и пошел спать… справа от меня брончала гитара… стройный хор голосов пел… у окна стою я как у холста… ах какая за окном красота… будто кто-то перепутал цвета и дзержинку и манеж… над Москвой встает зеленый восход… по мосту идет оранжевый кот… и лоточки у метро продает апельсины цвета беш… добравшись до дома я рухнул в кровать и заснул крепким сном… утром начальник базы сказал мне что пропал местный шофер что лодку его нашли вниз по течению… я сказал что ничего про это не знаю… что я собрал всю нужную мне информацию и он вызвал мне такси… а я вернулся домой в Новосибирск… начальнику я сказал что ничего особенного не нашел… он удивился но сказал что пропавший там шофер так и не найден… деньги от командировки мне пришлись к стать и ремонт я сделал… но мысли мои все равно то и дело возвращались к той сумасшедшей ночи… а недавно в почтовый ящик мне пришло письмо с одной фразой… не спишь? с тех пор я больше не могу спать ночью… по ночам я пишу, работаю, читаю… мы все в большой опасности друзья… они скорее всего уже тут… ну что ж если ты досмотрел этот ролик до конца то он действительно был для тебя интересен… прошу тебя потратить еще буквально 20 секунд времени для написания комментария… ведь только твоего мнения или просто смайлика не хватает для продвижения… кто как не ты поможет мне в этом… предлагаю тебе посмотреть еще какой-то ролик из представленных… а я побежал пили для тебя новый рассказ… жму руку тебе бро… а если ты девочка то крепко обнимаю… с уважением… твой Андрей…